Всем привет, я Макс Осабин. Этот день наступил и сегодня мы с вами наконец максимально детально разберем мой метод прорисовки магии и огня. Я расскажу почему использую этот метод, чем он может быть полезен, а также посоветую как рисовать магию не только на планшете, но и с обычной мышкой. Когда-то давно в своем первом видео уроке я уже кратко рассказывал об этом методе. Дошел до него я сам примерно в 2014 году, что неудивительно, ведь как оказалось до 2014 было мало какой-либо полезной информации на эту тему, хотя казалось бы в 3D графике градиенты используются достаточно давно. Кстати, небольшое отступление. Вы постоянно спрашивали по поводу версии фотошопа, в которой я работаю, а я наконец-то перешел на самую последнюю. Пожалел только о том, что не сделал это раньше. Фотошоп в своем самом актуальном виде очень радует, особенно ценны две вещи. Это инструмент Object Selection, с которым автоматическая обтравка теперь максимально логична и удобна, и Lens Blur. Блин, неужели у нас теперь есть инструмент для расфокусировки с такими детальными настройками? У меня полностью отпала надобность сторонних плагинах, просто потому что теперь Lens Blur выдает лучший результат на данный момент. В общем, это то, что я однозначно рекомендую вам всем. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, приобретайте самую свежую версию фотошопа и будем вместе творить магию. Сами знаете, сейчас творчество и самообучение это то, на что точно стоит обратить свое внимание. Итак, метод, о котором я расскажу, будет максимально полезен в случаях, когда вы работаете с эффектом каких-то светящихся штук. Будь то магия, огонь, плазма, неон, голограммы и так далее. Возможно, кто-то спросит, почему просто не рисовать любым цветом на слое в режиме Screen? Блин, зачем все усложнять? Ну, в редких случаях действительно можно обойтись и этим, если ваша магия не особо разнообразна в своих оттенках. Но реальное свечение редко бывает равномерным, и оттенок отличается в зависимости от яркости участка свечения. Ну, мы же не можем постоянно менять цвета под нужный оттенок. А карта градиента может, да еще как. Давайте разберемся, как это все работает. Карта градиента – это инструмент, который окрашивает все в заданные вами цвета, используя яркость как карту для определения, в какой оттенок нужно окрасить тот или иной участок. Настраивая градиент, именно тут мы задаем то, в какой цвет окрасится каждый уровень яркости, начиная с черного слева и заканчивая белым справа. Короче, это невероятно трудно сформулировать четко на словах из-за бесконечных тавтологий, гораздо проще понять визуально. Давайте я лучше быстренько настрою примерный градиент для огня. И сразу же давайте уясним важную деталь. Мне много раз писали, что они могут повторить мой метод, и в 95% случаев ошибка заключалась в этом. Левая сторона, по умолчанию, всегда должна быть максимально черной, ведь она отвечает за участки, где будет полностью отсутствовать цвет. А правая сторона обычно белая, но в некоторых случаях для не слишком ярких свечений удобнее будет использовать просто светлый оттенок нужного вам цвета. Серединка самая важная. Обычно можно настроить парой цветов, например вот так, чтобы окрасить светлые участки в желтый, а темные в бордовый. Но иногда можно поиграться и с более тонкой настройкой. С градиентом вроде разобрались, но находясь поверх нашей картинки, он окрашивает все, а мы же создали его для освещения. Значит нам нужно изолировать его наедине со слоями, на которых мы будем рисовать это свечение. А потом все это вместе наложить на наш проект в режиме Screen, экран. Получается такая вот папка, с черной подложкой, потому что в режиме Screen черный цвет прозрачен, местом для рисования и корректирующим слоем карты градиента поверх всего. На папке выставляем режим Screen. Именно его. Я не пользуюсь другими осветляющими режимами, они работают менее аккуратно. На подложке и карте градиента режим оставляем обычный, и ни в коем случае его не трогаем. А вот все, что находится между ними, это ваше свободное для творчества место. Можете выставлять любые режимы, или не выставлять их вовсе, это никак не затронет ничего вне папки. Собственно с настройкой моего метода мы закончили. Теперь разберемся как рисовать. Чуть позже мы поговорим и про рисование мышкой, но сперва обо мне. Я рисую при помощи графического планшета. Я всегда говорил и буду говорить, что планшет это незаменимая вещь, если вы работаете с цифровым художественным творчеством. Даже самая простая и дешевая модель в тысячу раз облегчает работу. Вот настройки кисти, которой я обычно рисую почти все, и кстати не только магию. Это обычная круглая кисть, к которой я добавляю только лишь трансфер, чтобы от силы нажатия менялся уровень прозрачности. Также по ситуации я делаю ее иногда жестче, иногда мягче, и все. Да, клянусь, у меня нет никакой другой волшебной кисточки для магии. Более того, все мои личные запасы кистей, даже вместе взятые, я использую гораздо реже, чем вот эту одну простую круглую кисть. Собственно, процесс прорисовки вы видите сами. Тут каких-то правил, советов дать толком нельзя. Это чистое творчество. Просто пробуйте, практикуйтесь, экспериментируйте. Окей, но все-таки графический планшет есть не у всех. Как обойтись мышкой? Сложно, но можно. И тут нам понадобится чуть больше настроек и инструментов. Так, что тут у нас? Трансфер по силе нажатия не работает. Ну да, мышь же не считывает силу нажатия. А что тут еще есть? Фейт. Окей, выставим его со значением 95, который отвечает за длину затухания. Можно еще добавить немного плавности, чтобы резкие движения мышью не были угловатыми. И убавить флоу для более мягкого начала штрихов. Вот такая магия получилась у меня на мышке с этой кистью и небольшой помощью ластика. Еще у нас есть инструмент палец. Им всегда можно подмазать любую нарисованную мышкой мазню. Ну и еще один вариант, который вы можете использовать, это фотографии огня. В перекрашенном виде они смотрятся также неплохо, особенно если комбинировать это с предыдущими методами. Кстати об огне. Его я всегда использую также под картой градиента. Во-первых, разные исходники обычно имеют разные оттенки, и градиент помогает выровнять их между собой. Во-вторых, если нужно затереть часть огня, то это очень сильно заметно. Карта градиента опять-таки делает затухание у стертых краев менее грязным и более правильным. Пожалуй это все, что я хотел рассказать вам по теме магии. Дальше просто предлагаю до конца досмотреть процесс создания этого арта. И если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь, колокольчик, все дела. Все это будет очень приятно для меня. А если же у вас возникнут какие-то непонятные вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте в комментариях. Постараюсь вам помочь. Спасибо за просмотр, ребятки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok